Дожди нанесли урон не только коммунальной инфраструктуре, но и культурным объектам республики. В Дзербенте началось восстановление разрушенной крепостной стены. 7 гектаров земли под мусорный полигон. Управление Россельхознадзора проводит расследование для установления правообладателя участка. Команда добровольных огнеборцев. В селениях Арахи Кунзакского района открыли новую пожарную часть. В Дзербенте начались восстановительные работы разрушенной крепостной стены. В городе работают сотрудники специального научно-реставрационного управления, которые прикомандированы по поручению руководства Министерства культуры России. В настоящее время они проводят консультацию и предварительные аварийно-спасательные работы по защите культурного объекта крепости Нарын-Кала от дальнейшего ее обрушения. По предварительным оценкам, реставрационные работы будут завершены в 2022 году. В Дагестане инвалидам первой группы и семьям с детьми-инвалидами выданы сертификаты на улучшение жилищных условий. 122 сертификата выданы за счет федерального бюджета и 407 за счет бюджета республики. Правительство Дагестана разработало льготное ипотечное кредитование для людей с ограниченными возможностями сроком до 10 лет. Половину кредита на покупку жилья выплачивается из республиканского бюджета. Жилье можно будет оформить в собственность. Раньше такие квартиры предоставлялись по договору специального найма, а после утраты инвалидности изымались и передавались другим нуждающимся. В Мунсукольском районе мусорный полигон захламил ценные земли сельхозназначения. Это 7 тысяч квадратных метров. На данный момент управление Россельхознадзора проводит расследование по установлению правообладателя данного участка. Выясняются причины образования мусорного полигона. Производится расчет размера ущерба, причиненного почвам. В Дагестане вырастут платежи за капремонт. Так, уже с января 2021 года размер взноса поднимется с 5 рублей 67 копеек за 1 квадратный метр до 6,5 рублей. В этом году в республике планируется отремонтировать 132 многоквартирных дома. Работа в них завершится до конца декабря. Начислено взносов за капитальный ремонт 495 миллионов рублей, а собрано 315. Конкурс среди девочек на лучшее стихотворение о пророке Мухаммаде прошел в Махачкале. В нем приняли участие дети со всей республики. На церемонии чествования победителей для присутствующих устроили настоящий праздник. Подробности в нашем следующем сюжете. Конкурс проходил на странице инстаграма женского отдела просвещения Муфтията Республики. Детки читали стихи о пророке Мухаммаде, мир и мои благословениях, и отправляли видеоролики администраторам аккаунта. Участвовали в конкурсе около 100 человек от 3 до 10 лет. Лучших выбирала экспертная жюри. Старались максимально объективно оценивать. Ну, вроде у нас все получилось. Насколько я это ощущал, чувствовал, настолько я и в принципе оценивал. Дети у нас просто феноменальные, какие они талантливые. И я думаю, что надо брать с них пример, чтобы ваши дети не сидели в айфонах 24 на 7. Пусть учат стихи, пусть участвуют в конкурсах, тем более их немало. Подведение итогов состоялось в актовом зале гуманитарно-педагогического колледжа. Для всех маленьких участников и их родители в этот вечер устроили настоящее торжество. Викторины с подарками, исполнение нашидов, чтение Корана. Ну и вот самый ожидаемый и волнительный момент – объявление победителей. Награждается Абдул-Багаба Фатима, занявшая первое место в конкурсе на лучших стихах. О пророке Мухаммаде, мирное благословение. Цель заключалась в том, чтобы как можно больше детей изучили, узнали о пророке, чтобы еще больше любовь в наших сердцах укрепилась к нему. Победители определяли по возрастным категориям с 3 до 5, с 5 до 7 и с 7 до 10 лет. Самым лучшим из них почетные гости вручили дипломы, подарки и денежные вознаграждения. Мне очень понравилось участвовать, мне было очень хорошо с мамой учить стихотворение. Мне очень хорошо, что все остались, что у всех есть призы. Одну из причин – привить любовь к пророку, так как подобного рода конкурс, дети в таком формате лучше воспринимают и понимают, и они запоминают это тоже. И в дальнейшем, я думаю, моя дочка вдохновила своей победой тоже, она будет в дальнейшем изучать еще больше. Без подарка в этот вечер никто не ушел. К каждому ребенку достались шарики и обучающие настольные игры, а их дорогим мамам подарили розы. Удивительно то, что они так себя красиво, достойно ведут, и при чтении этого стихотворения чувствуют стержень истинной мусульманки с таким плотным иманом, с такой честью, и чувствуется, как она горда, что она мусульманка. И, конечно, данное мероприятие способствует ограждению подрастающего поколения от всего пагубного, от всего того, что сегодня приводит к тяжелым последствиям. Организаторы мероприятия, сотрудники женского отдела просвещения при Муфтеате Республики уверены, проигравших в этом конкурсе нет, так как каждый его участник узнал что-то новое о пророке, мир ему, который призвал людей творить только добро. В Дагестане с начала года отремонтировано 311 улиц. Работы проводились в рамках проекта «Мой Дагестан, мои дороги». В данный момент идут работы на 72 объектах в 23 районах. В этом году из бюджета Республики на ремонт муниципальной уличнодорожной сети было выделено более 1 миллиарда рублей. Из них 770 миллионов на ремонт дорог в 8 городах и 516 миллионов рублей на дороги в районах и селах. Дагестан стал лидером России по сбору винограда. Аграрии Дагестана в этом году собрали рекордные 205 тысяч тонн винограда. По этому показателю республика впервые вышла в лидеры России. Как сообщает региональный Минсельхозпрод, в последние годы виноградарство в республике получает большую господдержку. Отрас стремительно развивается. Это позволило за последние пять лет увеличить площадь виноградников на 4,5 тысяч гектара, а сбор на 55 тысяч тонн. В селениях Арахи Хунзахского района открыли добровольную пожарную команду. Теперь жители 11 населенных пунктов смогут рассчитывать на оперативную и действенную помощь. Здание построено за счет средств муниципального образования. Практически все добровольцы умеют работать с пожарно-техническим вооружением. Они проходили обучение. Сборная России по боксу завоевала первое общекомандное место на юниорском первенстве Европы в Черногории. Весомый вклад в успех национальной команды внесли трое дагестанцев. Чемпионом в весе до 64 килограмм стал Микаил Зайнулабидов. В финале Хазавюртовец не оставил шансов сопернику из Чехии. Кроме того, наши спортсмены выиграли еще две серебряные медали. В шаге от первого места оказались Чайрав Ашалаев и Рамазан Дадаев. Оба боксера представляли спортшколу имени Гайдарбека Гайдарбекова. Все медалисты состязаний получили путевки на первенство мира, которое состоится в следующем году в Польше. Субтитры создавал DimaTorzok